Итак, у нас сегодня, как я и обещал, будет первая лекция, посвященная истории цвета, но даже не цвета как такового. Мы все-таки с вами подходим к проблеме не с точки зрения истории изобразительного искусства, и не с точки зрения истории красивого дела и так далее, а отдельной области. На примере истории цвета я хотел бы вам продемонстрировать ту особую форму отношения к культуре, которая в последнее время набирает обороты и претендует стать единственной верной. Это та форма, которую в философии впервые озвучил Мишель Фуко, о применительных истории цвета, в наши дни применяет Мишель Пустуро. Крупный девист европейский, очень авторитетная фигура в научном мире. Поэтому, не желая просто пересказывать вам работы Пустуро, которые вы можете сами приобрести и прочесть, я буду, так скажем, не столько следовать его текстам, сколько опираться на его выводы относительно именно истории цвета. Все, что же будет касаться сопутствующих феноменов, это уже будет исключительно, так скажем, мои предположения, гипотезы и так далее. То есть, так скажем, тот блок лекций, который я вам по истории цвета планирую прочесть, он не будет дождественным книгом Мишеля Пустуро. Я обозначил нашу сегодняшнюю лекцию цвет как социокультурное явление. И на самом деле в самой постановке проблемы таким образом уже есть много, о чем можно было бы поговорить. Вопросы здесь следующие. Что такое цвет и как мы его воспринимаем? Дело в том, что до сих пор очень многие убеждены, что цвет это явление физиологического характера. Ну, вы отлично знаете, что нарушение органов восприятия может существенно влиять на то, как человек будет воспринимать цвета. Известная вот уже несколько веков болезнь адальтонизм, нарушение той или иной компочки изменяет полностью восприятие цвета человеком. То есть человек начинает не различать цвета. Чаще всего это красный цвет, да, он просто не отличает. Также нарушения мозга тоже могут порождать определенные особенности в индивидуальном восприятии цветов. Это за физиологизм. Но с другой стороны мы имеем и нечто прямо противоположное. Общеизвестным фактом является, что художники, дизайнеры различают несоизмеримо большее количество оттенков цветов, чем зрение статистической человека. А это значит, что их взгляд, их восприятие как будто бы несоизмеримо более дифференцированное. И если мы стоим на физиологической позиции, то нам придется каким-то образом это аргументировать. Что у них глаза другие, что с ними происходит, там они наподобие мышц накачали свое зрение. Понятно, что это достаточно абсурдное положение. Так и вот, более того, если мы подойдем к тем же дайфоникам культурально, то окажется, что в языке, которым они пользуются, а это, в общем-то, едва ли не большая часть нашего мира, за цветами, тем же красным, зеленым, синим, вне зависимости от того, как у них нарушена хроматика восприятия, они будут закреплять те же самые смыслы, что и человек, воспринимающий эти цвета в полном уровне. То есть дайфоник не сможет различать, допустим, красный, но все, что у нас ассоциируется с красным, в его, так скажем, багаже культурном тоже будет присутствовать. И здесь стоит поставить вопрос, что же такое в итоге цвет как таковой. То есть даже человек, который не воспринимает цвет, может к этому цвету выдать энное количество, в общем-то, типичных для нашей культуры ассоциаций. И Мишель Кустуро, на чьи работы я буду в дальнейшем опираться, делает достаточно радикальный. Вывод я приведу в цитату из Кустуро. Она развернутая, но она сразу растает все точки над «и». Цвет не столько природное явление, сколько сложная культурная конструкция, которая сопротивляется любой попытке обобщения, кроме анализа. Тот, кто берется его исследовать, неизбежно сталкивается со множеством трудно разрешимых проблем. Вероятно, именно поэтому так мало серьезных работ, посвященных цвету, и еще меньше тех, где автор критически и тщательно исследует феномен цвета в исторической перспективе. Зато много таких, где авторы, произвольно оперируя категориями пространства и времени, предпочитают исследовать сомнительную универсальность или архетипическую истинность цвета. Между тем, для историка ее просто не существует. Цвет – прежде всего факт общественной жизни. Нет транскультурной истинности цвета. Как бы ни старались уверить нас в обратном некоторые книги, опирающиеся на превратно понятые положения нейробиологии или, что еще хуже, скатывающиеся в псевдонаучную эзотерическую психологию. Здесь текст несколько ироничный. Вы, наверное, обратили внимание, что когда он говорит о критически и тщательном исследовании, он использует автора в единственном числе. «Он», когда речь идет об авторах, которые заблуждаются, здесь уже их много. И в конце это, конечно же, подкол в сторону современных юнгианцев, которым сейчас не из числа, которые действительно очень близки фактически уже изотеризму. То есть все тексты, которые пытаются выявить некую истинность цвета, что вот этот цвет может значить всегда во всех культурах что-то такое-то, там, это такое-то и так далее. Для историка это абсолютно невозможно. То есть это абсурд. Тем не менее, большинство работ рассматривают цвета как некие внеисторические. С этим, в общем-то, Пустуро и старается бороться, при этом не просто иронизируя над этими текстами, а проводя тщательные научные исследования, просто демонстрируя, что это не так и никогда так не было. То есть, таким образом, когда мы говорим о цвете, мы в большинстве случаев путаем зрение, которое у нас, начиная от уже развитых времени такое же, и восприятие, которое является культурным товаром, и которое зависимо от тех изменений в области языка, в области социально-общественной жизни и так далее, которые происходят с нами на протяжении истории. То есть, зрение физиологичное, а восприятие культуральное. Таким образом, цвет это именно социокультурный феномен, и он призван отделять, маркировать, помечать, то есть, вписывать те или иные явления в культурную сетку ценнослых координат. А если та или иная культура не воспринимает какого-то цвета, как, допустим, было в случае с античной Грецией, это не значит, что люди этой культуры не способны были увидеть этот цвет. Это значит лишь то, что данный цвет или группа цветов не играли в жизни этого общества никакой социально значимой роли. Как я уже говорил, Мишель Бустуро прямо высказывался, что не может быть цвета, который бы всегда обозначал то-то или то-то. Не может быть и образа, который бы значил всегда нечто определенное, вне конкретного времени и конкретной культуры. Никакая архетипика цвета невозможна, как и невозможны строго фиксированные значения, закрепленные за какими-то образами, которые бы проходили через века и не меняли бы своего смыслового содержания. Подобные опыты, а их, к сожалению, сейчас очень много, это не более, чем пропонация историческая. Наиболее наглядно подобные различия в их прочтении значений и даже более, в восприятии цвета можно наблюдать между различными историческими эпохами, с одной стороны, и между различными культурами. Чем дальше отстоит от нас эта культура, тем больше будут эти различия, как правило. Ну, к примеру, даже в наши дни, сейчас для европейца вообще немыслимо найти никакие аналоги той классификации цветов, которая принята среди некоторых племен Африки, где они делят все цвета на влажные и сухие. Причем никаким вменяемым образом, а перевести эту классификацию на нашу ароматическую просто нельзя. Нам просто даже объяснить элементарно невозможно, чем отличаются влажные цвета от сухих. Это не связано ни с спецификой изготовления красителей и так далее. Другой пример. Когда все-таки некая культура повлияла на наше мышление. В Японии с таком веку, да и до сих пор, важнее различие между матовым и глянцевым, чем различие между цветами. И когда Япония выходит в лидеры по производству фототехники, естественно, это сказалось и на всем мире, ведь теперь едва ли не первый вопрос, который будет вас беспокоить при печати, тогда это будет матовая или глянцевая. Европейская культура, современная, это было не типично. Такой подход в Европе был только в средние века. Где матовый и глянцевый, правда, обосновывался уже совсем иным образом, на основе присутствия и отсутствия божества, который есть в свет. отражается он или поглощается. Но представьте себе такое время, когда культуры еще вовсе не могли влиять друг на друга. Сейчас это происходит повсеместно и сложно найти даже примардиалов. Не люблю слово «примитивы», потому что оно сейчас в русском языке стал негативный оттенок. Хотя на самом деле примитив происходит всего лишь от слова «прима», первичный. Поэтому я буду использовать слово «примардиальный». Так вот, современные примардиальные культуры в Амазонии живущие, или частично в Австралии, даже они уже очень плотно общаются с культурой европейцев. Поэтому сказать, мыслили они также до прихода европейцев, или они переняли какие-то элементы европейской культуры, сейчас достаточно проблематично. Но, обратившись к наиболее архаичному периоду истории человечества, то есть к палеолиту и неолиту, можно посмотреть, насколько разные модели вообще восприятия реальности фиксировали древние художники, жившие на территориях максимально отдаленных друг от друга. И зачастую одна культура возникала, расцветала и погибала, даже не подозревая о существовании каких-то прочих, находящихся от них в отдалении. Поэтому я бы, прежде чем приступить к истории Цвета как такового, хотел бы вам сделать небольшую панораму, экспозицию такую, наскальных рисунках, взятых из самых отдаленных уголков нашей планеты. Существа, выполнявшие эти росписи, то есть древние люди, находились примерно на одинаковом уровне развития, в смысле прогресса. Но видели мир настолько по-разному, что сейчас может показаться, что это какое-то сугубо индивидуальное видение этих художников. Как мы можем отличить, например, по стилю того или иного современного автора. Однако такую гипотезу о том, что все эти рисунки, как и современная живопись, имели именно авторское начало, стоит отбросить сразу же. Потому что внутри каждой культуры они воспроизводились и двори не дождествовали на протяжении веков. Это не некое индивидуальное видение, а именно определенные приоритеты той культуры, в которой создавались эти рисунки. Дело в том, что древние художники отражали не столько свое собственное мировоззрение, сколько культуральный код, в котором они жили и в котором пытались создавать свои произведения. То есть, воспроизводили образы не столько окружающего их объективного мира, сколько мира окружавших их социокультурных ценностей, обращая внимание на что-то одно и полностью игнорируя что-то другое. К сожалению, ни в русскоязычной литературе, ни в зарубежной мне не далось найти ни одной монографии, посвященной этой проблематике, рассмотренной с точки зрения какого-то нового типа исторической науки, которую на Западе представляет собой прежде всего фигура Мишеля Куко и в двух последователей. И это тоже показатель. Поэтому я решил обратиться к этой теме своей новой книге. И сразу же скажу, то есть те изображения, которые я вам буду сейчас показывать, материала я уже набрал достаточно много, но этот материал мой еще пока не прорабатывается. То есть если у вас будут какие-то очень серьезные вопросы по этим изображениям, я вам на них ответить пока не смогу. Потому что я пока готовлю к задаче третью книгу, и мне, в общем-то, не до грядущей четвертой заседы. Пока что только собирается материал. Но для нашей сегодняшней лекции подготовленных вот этих материалов более чем достаточно. Они смогут максимально наглядно вам показать, насколько разным иным может быть видение первобытным человеком окружающего его мира. И самое забавное то, что если вы обратитесь к любой энциклопедии по истории живописи, или к любой энциклопедии просто по истории, к учебным пособиям по истории, то всегда в качестве примера базового из живописи этой отдаленной эпохи, износкальной, будут приводиться одни и те же образцы. Это Шаве, Ласко и Альтамира. На самом деле, от этих пещер теоретически от одной до другой можно пешком дойти. В принципе, одна и та же пультура. Это не очень близко. Это Альтамира у нас, получается, север Испании, а это Франция. Ну, как вы знаете, люди относительно недавно пешком ходили на высшее расстояние. То есть это вполне возможно. А невозможно, например, из Франции в Австралию пешком ходить. То есть даже сейчас, когда мы живем в 21 веке, для иллюстрации вот этого архаичного искусства как будто бы осознанно, хотя я уверен, что бессознательно, приводятся в пример те наскальные рисунки, которые в относительно разных местах почти идентичны. Более того, выборка весьма специфична, потому что всегда приводятся рисунки именно фигуративные, где изображены достаточно реалистично животные. Опять же, мы живем с вами в 21 веке, когда абстрактное искусство не является чем-то второсортным, едва ли не одержало тотальную победу в области изобразительных искусств. И тем не менее, даже в этих пещерах, особенно в Альтамире, есть большое количество абстрактных изображений. Что они начали предположить очень сложно, ибо письменной культуры еще не существовало. Но вот их как раз не приводит. То есть даже не то, что из всего многообразия предлагается что-то максимально похожее на, так скажем, реалистическую живопись 19-го, чтобы показать, насколько развитые были наши предшественники. Но и даже в этих культурах игнорируется тот пласт, который связан с иным первобытным искусством. Вот это не Альтамира, это Эль Кастилья. Они включены в общий блок наследия, всемирного наследия Юнаска в Испании. Видно, что они на этих? Абсолютно не фигуративные изображения. Что они обозначали, предположить достаточно сложно. Но почему это не приводить как своего рода базовые изображения для этих, так скажем, культур, народов? Что вызвало тогда, так скажем, такой слом, чтобы художники, обращавшиеся к наскальной живописи, перестали рисовать корову и стали рисовать прямоугольники? Или это наоборот, сначала они рисовали прямоугольники, а стали рисовать корову? А если они это рисовали в одно и то же время? Так, еще более интересно. Все эти вопросы, естественно, останутся без ответа. Но наше представление об этом искусстве существенно изменится. А вот вам другой пример. Это Мабура из Болгарии. Уникальная полиометрическая живопись. Она скальная. Она монохромная. Она выполнена только черным цветом. Смотрите, в человеческих существах, или это боги антропоморфного типа, представители этой культуры выделяли только голову и шею. Все остальное вообще не имеет значения. Если вы вспомните такие изображения, правда, в данном случае пластического искусства, а не живописного, как палеолитические Венеры, Венера, естественно, в кавычках, то там как раз не проработана именно голова. Ее может вовсе не быть. То есть тело проработано идеально, а голову и шею может и вовсе не быть. В то время как здесь только голова и шея. Изображение палеолитические наскальная живопись примерно в одно и то же время происходит, что и создается большая часть палеолитических Венеров. Пойдем дальше. Это у нас Мексика. Конечно, не совсем то же самое время, но тоже наскальная живопись, где люди раскрашены пополам в два цвета, и их головы очень странно выглядят, как некий фаллический знак на голове. Может быть, это маска на голове жреца, а может быть, они таким образом изображали заплетенные волосы, например. Может быть, это что-то значило очень важное для их культуры, что они не непосредственно видели в окружающих их мире, а что являлось просто своего рода статусом, чтобы определить на изображение жреца, царя или бога тому или иного. Опять же, изображения очень сильно отличаются от шаве классической или лоско, или наиболее ранней по открытию изображения, известные еще с 19 века. Это вот тоже Франция. Культура-то вроде примерно та же самая, что шаве и лоско, территориально. Это кусак. Здесь мы видим идеально реалистично выполненную фигурку женщины. В общем-то, такую фигурку мы могли бы увидеть, допустим, на работах Матисса. Но здесь вообще нет краски. Она именно вырезана на камне. Или вот такие человечки, как их иногда рисуют дети сейчас. Именно точка в виде головы, ручки, палочки, ноги и туловище. Такая же палочка. Однако подробнейшим образом прорисовано вот здесь вооружение. Там лук и стрелы. То есть, если человек не представлял какой-то особенной ценности, в нем ничего не фиксировали, даже половые признаки, то вот орудия, так скажем, при помощи которых этот человек охотится, фиксировались очень и очень даже подробно. Особый интерес, наверное, здесь представляет вот этот бык. У быка тут половые признаки как раз явно намечествуют. И особо представляет интерес тот орнамент, с помощью которого он украшен. Таких быков не бывает. Если это тот бык, на которого охотятся, навряд ли они его уже успели разукрасить, разрисовать. Если бы это какая-то жертвенная корова, которую вырастили, то, ну, может быть, как-то раскрасить ее бы еще и удалось. Совершенно иная форма видения окружающего мира, которая в большей степени основывается на неких ценностных парадигмах, на мифах, на легендах, скрепляющих этих всех людей в единое общество, чем просто на том, что человек видит буквально в смысле слова. То есть не на зрении, а на восприятии. Это известный очень пример, да, из Куэро де Ламанс, из Аргентины. Это руки. Рука прикладывалась к стене, и дальше в трубочку поплевывали краску, вот вокруг. Таким образом фиксировались своего рода отпечаток именно этого человека на стене. Традиция, на самом деле, относительно повсеместно распространена. Традиция, на самом деле, тоже весьма и весьма примечательная. Или вот из Севера Европы. Это, конечно, другое время. Здесь люди без рук изображены. Как раз важным оказывалось туловище, а фиксация рук для художника относительно подробно прорисовывавшего, например, колесница, оказывалось совершенно незначительным объявлением. Или вот Австралия. Наибольшая отдаленность, наибольший контраст. То есть, вроде бы, человечек тоже ручки-ножки, да, из палочек. Но насколько подробно проработаны там стрелы у него, набедренная повязка, какой-то мешок, который он держит. При этом есть голова и даже волосы прорисованы. Или вот такие лики, где только лицо с глазами. Может быть, это в духе предков. Может быть, боги. Этого тоже нам уже не узнать. Но восприятие окружающего мира абсолютно точно у этих людей отличалось. Особенно в данном случае. Это так называемый рентгеновский стиль. И антропоморфные фигуры, и фигуры зверей изображались как бы просвеченными насквозь. То есть, весь их скелет виден. Радикально отличается от того, что мы можем встретить в Шаве или в Лосковой Европе. Или вот это у нас Ливия. Каким здесь выглядит человек? Два треугольника, обращенных вершинами друг к другу. Но да, можем себе представить, что человек, облаченный в одежду, может примерно так выглядеть. Но только почему-то в Швеции их изображали такими мешкоподобными без рук. Где-то изображали только голову с шеей. А здесь акцент делался вообще не столько на человеческой фигуре, сколько на его одежде. Таким образом, даже из этого очень беглого обзора, естественно, совершенно без анализа, повторюсь, эти изображения относятся к не идентичному историческому периоду. Тем не менее, можно сделать вывод, что все, что мы сейчас видели, это не столько самовыражение художников, сколько сама сетка культурных координат представлена в виде образа. Дело в том, что культура – это не просто условие для существования человека, как и язык, не средство коммуникации, а это сложно организованная многоуровневая следа, имеющая, прошу обратить внимание, иерархическую природу. Наш культурный контекст обусловливает то, как мы будем видеть этот мир, и что мы будем в нем замечать, а что замечать не будем. Более позднюю культуру будут давать примерно такие же модели, но, может быть, в меньшей степени отличающиеся друг от друга, может быть, просто более привычные для нас, но мы же всегда можем отличить культурный код. Вот это изображение человека шумерской культуры – это египетская. Это Крит, это античная Греция. Это Индия или Китай, а это там Итрусский и Древний Рим. Каждая из культур будет делать ставку на что-то определенное, игнорируя что-то иное. И здесь делать упор на то, какая из культур представляет человека реалистичнее, естественно, в кавычках, ибо что под этим подразумевается – это еще большой вопрос. В общем-то, неправомочно. Почему мы должны делать ставку именно на фотографическое подобие искусства? Его цель же все-таки несколько вновь. Можно передать ведь не столько внешнюю какую-то составляющую, сколько внутренний мир и так далее. И даже целую систему иерархических ценностей, представив ее внешне, не похоже на окружающий мир, но отражающий его более глубоко, чем просто фотографически точно отразив то или иное историческое явление. И все же, несмотря на вот такой большой контраст, который я вам сейчас показал, некоторые закономерности относительно архаичного искусства были типичны для большей части мира или, по крайней мере, для большей части только того блока культур, которые породили нашу современную европейскую культуру. Однако эти закономерности были связаны не с архетипами культуры, о которых так много писали Юнг или Мирча или Ада «Каждый ноской лад». А с тем, что для изготовления, к примеру, одних цветов нужно совсем мало усилий приложить, а для изготовления других этих усилий придется приложить несоизмеримо больше. Более того, а какие-то краски в определенные исторические периоды в определенном месте произвести было просто невозможно. К примеру, весь Древний мир знает только три базовых цвета. Это будет касаться не только наскальной живописи, но и высокоразвитых культур Древней Греции и Древнего Рима. Другое дело, что если в случае с наскальной живописью найти на ней применение, допустим, синей краски вовсе невозможно, то в случае с более поздними культурами такие редкие цвета, как зеленый и синий, все-таки встречаются, но не выполняют в этих культурах никакой значимой роли. А значимые функции распределены только между черным, красным и белым цветом. Именно эти три цвета плюс охра, которые можно встретить в наскальных рисунках, с одной стороны, с другой стороны, даже в серьезных эстетических работах Древнего мира, то есть авторов высокой античности и латинской, римской культуры, именно эти три цвета вплоть до XII века Новой Эры в Европе будут основными и нести на себе весь груз смыслового ряда антификаций нашей культуры. Они будут безраздельно господствовать, так как именно за ними будут закреплены социообразующие стратификационные культурные коды, позволяющие распознавать, ориентироваться, тут же понимать, с кем мы имеем дело. Здесь тоже нужно одну важную вещь сразу сказать. В древнем мире цвета очень тесно связаны с цветом именно одежды. Поэтому именно не живопись, не какие-то пластические искусства, использующие красители следует ставить во главу угла, а облачения, которые и выделяют те или иные классы общества. Естественно, задают основные культурные координаты. Кстати, на этот счет есть замечательная работа Фуко, которую, к сожалению, он до конца не довел, ибо смерти не помешала, эта работа называется «История сексуальности», и в ней он анализирует, как в древнем мире, в частности в древнем Риме, интерпретировали сны, то есть анеэропитику. Во главу угла ставится прежде всего классовая составляющая. То есть здесь тоже нужно понимать, что если те или иные цвета будут закреплены за тем или иным классом общественным, то это и будет давать основную смысловую нагрузку для цвета. Ну а нужно обговорить еще одно но. Черный, белый и красный не нужно здесь обольщаться и думать, что мы понимаем о чем тут идет речь. Ибо на самом деле этими цветами тогда именовались не те же самые явления, которые мы сейчас так называем с вами. Первое и самое важное отличие. Отличие от современных нам оппозиций черного и белого, или оппозиции монохромного и полигромного, которое до сих пор сохраняется, например, в печати. Есть цветная печать и черно-белая печать. Так вот, в древнем мире эта оппозиция была не бинарная, а тернарная. То есть оппозиция черного, белого и красного вместе взятых. То есть любая бинарная оппозиция, черный-красный, белый-красный, белый-черный, для древнего мира была бы не полной и не соответствует современной нам двоичной системе выстраивания и противопоставления между этими цветами. То есть в древнем мире у цветов было три полюса, а не два. Другой важный момент. Эти три цвета в прямом смысле этого слова не были дождественны тем цветам, которые мы сейчас так именуем. Но, например, чтобы получить качественную черную краску для одежды, пройдет не одно, не то что десятилетие, не одно столетие, но черную качественную краску научатся получать только на очень позднем этапе существования истории. До этого черный будет дождественен грязному. То есть это одежды, которые сознательно вымачивались в саже, марались для того, чтобы в них можно было постоянно работать, выполнять грязную какую-то работу и, в общем-то, не было заметно, эта одежда испачкана или она чистая. Естественно, такого рода покраска, без какой-либо протравы, она постоянно этот цвет нитировала. И краска изначально, естественно, закреплялась не однотонная. Это будет модно уже позже для робы, для джинсовой ткани, в 19 веке, когда золотоискатели поедут в Америку, для них предложат новый эксклюзивный товар, джинсы, тоже, где синий цвет не мог полностью прокрасить эту ткань. И, естественно, было незаметно, более они уже протертые, только что и купил такие. Это пользовалось большим спросом у этих золотоискателей и чуть позже у Иссорубов, когда на джинсы добавят два кармана сзади на клёпках. Так вот, в чём-то близкую роль с джинсами 19 века играла и чёрная одежда в древнем мире, то есть это одежда, которая могла использоваться для любой повседневной работы. Но она не была чёрная. Чёрным можно было назвать фиолетовый, коричневый, даже оттенки тёмно-зелёного, синего и так далее. Скорее всего, она все их в себя одновременно включала. И в процессе ежедневной носки постоянно унтировала. Белый, но с ним тут совсем всё плохо. Если в истории настенной, наскальной живописи белый краситель действительно применялся, хотя очень редко, в очень ограниченном количестве, то есть в наскальной живописи всё-таки это красный, охра и чёрный, прежде всего. Белый же применитель на одежде был вовсе фактически невозможен. И белым именовалась неокрашенная ткань. Если речь идёт, допустим, о льняной одежде, то сами понимаете, что такой белый больше похож на цвет кожи, чем, собственно, на белый белоснежный в современном понимании этого слова. То есть эту ткань выбеливали с помощью росы достаточно эффективно. И в чём её основная характерная особенность? В том, что такую одежду, такое облачение нельзя надеть дважды, чтобы это не стало заметным. То есть если чёрную, грязную одежду можно носить постоянно и, в общем-то, не будет заметно, то ли она такая была изначально, то ли мы её сегодня испачкали, то белая одежда – это одежда, демонстрирующая свою полную, в смысле слова, девственную чистоту. Мы её выбелили, мы её надели, и она будет чистой только вот этот единственный раз. И красный, наконец, он в наибольшей степени, конечно, похож на современный красный, хотя это тоже не совсем так. Но, тем не менее, он всё-таки с красным современным в большей степени согласован, чем чёрный и белый. Потому что эту ткань действительно окрашивали с помощью красных красителей. Дело в том, что вокруг нас, конечно, большинство растений зелёного цвета, но вот как бы это ни парадоксально не показалось, зелёного красителя стойкого из всех этих растений растущих, что в Европе, что в Азии, получить никак нельзя. Зелёных красителей очень много. А вот из этих зелёных растений, из их корня, из многих корней, можно получать стойкий красный цвет. И самым известным историческим красителем является марена, также называемая марена красильная. Используется для получения краски корни двухлетних растений. И в зависимости от протравы, которая появится, конечно, в достаточно позднем в историческом этапе, можно получать из этой самой марены красный, розовый, пурпурный и даже оранжевый и коричневый. Но, так как протравы европейцы выучились достаточно на позднем историческом этапе, то без протравы на самом деле марена не даёт очень яркого, насыщенного тона, а когда ему это удается добиться, то он достаточно быстро теряет этот свой яркий оттенок. Это тоже не совсем ровно окрашенная ткань, и самое главное, что это тоже ткань, которая в своей жизни цветовой нутировала, она меняла оттенок. То есть именно этот цвет, единственный, получается, в полном смысле цвет, то есть краситель, потому что там это была просто сажа, как грязь. Белая – это просто выбеленная ткань, а красная – это всё-таки краска добавлялась. И воспринимался этот цвет во всём древнем мире как самый красочный, самый нарядный, в противовес чёрному и белому. И это отражено даже в большинстве языков, даже в русском. Краска – красный, красить – красивый и так далее. Самое забавное здесь то, что на самом деле красным могли называть совсем не только красным. То есть на самом деле для древних красным означало назвать нечто, это выделить его насыщенность и нарядность цвета. Поэтому Пустуров, в частности, приводит пример из эпохи высокой античности, когда красным называется василёк. То есть говорить о том, что красный для древнего мира дождественен нашему, ну никак нельзя. То есть это некое настроение, скорее схваченное этим обозначением, а не цвет как таковой. То есть красным именовали любой яркий, насыщенный цвет. Тоже на самом деле можно сказать о других цветах. Ну, например, в русском языке есть забавный такой пример. Есть такая птица синица. Синего цвета в её передней нет. Другой есть, да, и жёлтый есть, и чёрный, и синего точно нет. Однако по одной из версий в старину под синью на Руси понимали не цвет синий, а яркость. То есть синий небес – это не цвет небес, а то, что небеса днём, они яркие, на них даже сложно смотреть, да, если солнечный день. В таком случае, естественно, синица птица синяя, так как синий – тождественен ярко, а птица – это очень ярко. Но вернёмся к базовым цветам. Эти три цвета – чёрный, белый и красный – выполняли важнейшую стратификационную функцию. То есть чёрный, грязный – это одежда рабочего люда. Также он применялся, конечно, и для траура, ну вот здесь, потому что целый ряд коннотаций был сопряжён с этим. Это если труп сжигали, то это сажа, да, от огня летевшая. Если его закапывали, то это опять же земля. То есть и в том, и в другом случае чёрный изначально мог быть просто цветом тех, кто выполнял работу вот этого хорома. А чёрный сопряжён с стратой самой нижней социальной – это рабочий людь в самом широком понимании этого слова. Белый, соответственно, девственный, чистый, неокрашенный – это одежда, которая подходила жрецам, а также одежда, в которую облачались для того или иного важного ритуала, культа. Таким образом, этот цвет маркировал некую особенность отличительную. Такую одежду нельзя было надеть дважды, не подвергнув её опять долгозрочной и сложной процедуре выверивания. Красный же соотносился с последней, третьей стратой древнего мира. Это у нас воины, позже воины царей. Самый нарядный, самый праздничный цвет, с одной стороны, с другой же стороны, этот цвет позволял скрывать кровь, если воин был ранен, чтобы особо не радовать противника. Интересно то, что для Европы такое распределение цветов окажется столь стойким, что продержится до 12-го века новой эры. Это, если говорить о Европе. Но, если мы взглянем на территории, находящиеся рядом с Европой, то окажется, что там отношение к цвету достаточно быстро поменялось. Почему? Не потому, что там люди какие-то другие были, а потому, что их определяет иной контекст. Прежде всего, наличие или отсутствие тех или иных красителей. Так, к примеру, на Ближнем Востоке и в Индии распространено такое растение, как индиганоска. Из него можно получать очень стойкий насыщенный синий цвет, известный как индига, также соотнесенный с местом произрастания Индии. Так вот, в восточных культурах поэтому очень давно научились красить одежды в синий цвет, что было нетипично для Европы. Но, опять же, для какой Европы? Для той, которую мы называем колыбелью вашей цивилизации. Для севера Европы, где жили древние германцы, синий цвет тоже являлся типичным. Почему? Потому, что там росла вайда синий краситель. Не такой стойкий и насыщенный, как индига, и, тем не менее, употреблявшийся ими на протяжении многих веков. Более того, именно древние германцы изобретут протраву. То есть, казалось бы, мы как мыслим столкновение древнего Рима с древними германцами? Одни варумы там дикие, а Рим там вершина цивилизации, там уже законы написаны, там водопроводные трубы есть. Но в этот момент в Риме нет протравы для закрепления цвета. А у древних германцев она уже многие века есть. То есть, по каким-то параметрам германцы более развиты, чем античный Рим. Это как раз и показывает, что не бывает развитых и неразвитых культур. Просто одни выделяют что-то одно в качестве первостепенного, а другие что-то совершенно иное. Так вот, если на самом деле вы неплохо знаете древнеегипетские росписи, то вы тоже могли вспомнить, что там как раз синий цвет появлялся в изобилии. Это был такой, скажем, ноу-хау египетских художников. Они научились делать синюю краску из медных опилок. Но так как в Египте она употреблялась активно, в общем-то кажется странным, почему она не пришла в античную Грецию и древний Рим, который активно с Египтом торговал, вступал во всевозможные культурные взаимодействия. А нет. В Египте синий будет, в древней Греции и древнем Риме синего цвета не будет. По крайней мере, никаким смысловым. Смысловую нагрузку он выполнять там не будет никогда. Или почти никогда. В случае с Грецией синий цвет вовсе игнорировался. В случае с Римом к нему относились с крайним пренебрежением. То есть, с одной стороны, это был варварский цвет для Рима, но это понятно, они враждуют с германцами, а те даже лица себе красят в синий цвет, когда идут на бой. С другой стороны, для Рима синий цвет это еще символ иноверца. То есть, в Рим приходит большое количество торговцев из Индии, и, конечно, для Рима это был цвет либо германцев, либо индусов. Римляне отлично отличали вайда от индига. То есть, цвет синий индийский и цвет синий германский они отличали прекрасно. То есть, зрение у них было такое же, как у нас, может даже лучше. Понимаете? Это спорный момент, насколько они могли видеть этот цвет. Но в их культуре он не играет никакой роли. Его просто отрицают, как цвет иноземности. Более того, известный вам наверняка писатель, собиратель всевозможных сплетен древнего Рима, Плиний старший, вообще будет писать следующее, что подлинные мастера живописи, речь идет о Риме, используют только четыре краски. Черную, белую, красную и желтую. То есть, абсолютно такие же, которые были использованы самыми древними художниками в пещерах Шове и Лоско. Речь идет о том, что от Шове до Древнего Рима примерно 40 тысяч лет. Понимаете? А эти цвета сохраняются как основные. Причем у охра, это не совсем желтый, это скорее ближе к оранжевому, в большинстве случаев отождествляется с красным, как одна из моих версий. Более того, даже во время, когда начали уже технологии позволять улучшать зеленую и синюю краску, в европейских культурах эти цвета по-прежнему использовались очень и очень ограниченно, в противовес господству трех базовых цветов. Это же на самом деле отражено и в каноне Месси, где лишь один единственный цвет этих базовых упоминается, как цвет переходный. Это зеленый. Потому что в данном случае речь идет о том, что этот канон будет написан на рубеже XII-XIII века, и зеленый постепенно входит в цветов. То есть других цветов в католической Месси по-прежнему не существует. Однако, когда мы с вами говорим о цветах в древнем мире, нужно понимать, прежде всего, что обращаться к живописным полотнам или сохранившимся иным артефактам, в общем-то, не стоит. Следует прежде всего ориентироваться на тексты, на язык, на то, как эти цвета использовались в языковой культуре, а не на сохранившиеся, дошедшие до нас артефакты древнего мира. Исключение только полиоритическое искусство, ибо оно поязыковое. Почему это так? Почему важнее слово, чем краска? Мишель Пустуро дает три ответа на этот вопрос, точнее, ставит три проблемы, обозначает три проблемных поля, которые я вам сейчас выделю. Первое, цитирую. Во-первых, это проблемы идентификации. Мы видим цвета, пришедшие из прошлого, такими, какими их сохранило для нас время, а не в их первоначальном состоянии. Вдобавок, мы видим их при свете, часто не имеющим ничего общего с условиями освещения, которые были известны тогда, то есть в древности. Но сами понимаете, что если мы в полумраке смотрим на живопись пещеры Шове при свете факела, то это будет совсем другое впечатление, чем когда мы смотрим это при свете электрической ламы. То же самое относится и к любому искусству, вплоть до электрификации. Второе. Опять цитирую. Далее. Существуют трудности методологические. Как только речь заходит о цвете, перед историком встает множество самых разных проблем. Физических, химических, технических, связанных со свойствами материала, а также иконографических, идеологических, связанных с эмблематикой и символикой. Как классифицировать все эти проблемы? В какой очередности задавать главные вопросы? То есть, пример. Можем ли мы считать, что какая-то культура использовала фиолетовый цвет, если в этой культуре он считался черным и выполнял с черным идентичную функцию? Я уже не говорю о том, что он мог просто дойти до нас, как фиолетовый, а изначально быть черным. Но даже если он был изначально фиолетовым, но именовался в языке черным и выполнял ту же функцию, что и в черной культуре, можем ли мы говорить о том, что он вообще применялся? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, в том-то его и сложность этого вопроса. Далее. Присутствие или отсутствие цвета в той или иной культуре, или на том или ином полотне, могло быть обусловлено техническими трудностями в изготовлении красителей, а могло иметь политические причины и так далее. Почему здесь есть или нет такой-то цвет, на этот вопрос ответить однозначно нельзя. Это может быть выбор художника, это может быть социокультурный фактор, а может быть фактор сугубо технический. То есть этот цвет в этом регионе тогда просто было невозможно никаким образом воспроизвести. Далее. Где найти критерии того, что будет приниматься во внимание при анализе того или иного произведения искусства с точки зрения цвета? И играли ли цвета здесь решающую роль, или вовсе цвет мог оказаться случайным? Как я уже приводил пример в случае с фиолетовым. То есть художник осознанно дает дифференциацию, допустим, черного и фиолетового на старинных пресках, или в том или ином артефакте, относящемся к древнему миру. Или это просто мутация единого цвета, которая могла произойти по прошествии времени, или просто не дифференцировалась в культуре вовсе. И на все эти вопросы на самом деле нельзя дать никаким образом однозначный ответ, а на самом деле таких вопросов можно воспроизводить очень-очень много еще. Они совершенно не разработаны в данный момент. И то есть, получается, история цвета в данный момент пребывает в неком таком младенческом состоянии. На протяжении долгого исторического периода мы думали, что человеческая культура в той или иной степени неизменна, что у нее есть некие базовые архетипические паттерны, после открытий Фуко и последующих за ним ученых, это оказалось просто совершенно несоответственно действительности. Это был наш миф нашей истории, а не подлинная история. И как понимать современное состояние мысли, как выработать в нем те критерии, при помощи которых мы можем оценивать историю цвета в разных культурах, пока что это вызывает больше вопросов, чем дает ответы. Есть и совсем парадоксальные примеры, когда художники, или красильщики даже, что еще и любопытные, описывают подробно, какими должны быть краски, как их производить, как их изготавливать и как распределять, то есть какую они эстетическую, смысловую даже на кружку выполняют. Но в своем реальном творчестве пользуются совершенно иными, красками используют их легко. Устроились такой пример и в случае с Леонардо да Винчи, есть такие же примеры и в случае с большим количеством текстов, относящихся к красильному делу, которые больше похожи на самом деле на какие-то философско-эзотерические трактаты, чем реально могут научить вас, как покрасить ткань. Например, в одном тексте, достаточно позднем, уже эпохе Ронессанса, читаем, что для того, чтобы закрепить краску, нужно взять, что примечательно, нужное количество этой краски, сколько ни сказано, ни на какое количество воды, ни на какое количество, нужно, ну хорошо, предположим, путем эксперимента можем выработать нужное количество краски. А далее, после добавления хвостов для протравы, нужно выждать, чтобы краска впиталась, самое важное, в основном, три дня или девять месяцев. То есть на практике это применить нельзя никак. То есть в одном случае речь идет о ссылке на момент после смерти Христа в моем воскресении, а в другом случае на естественный период беременности женщины. Это нереальные цифры, которыми можно воспользоваться. Это те категории, при помощи которых мыслят люди этого времени. То есть то, что современный человек знает как алхимические трактаты, на самом деле применялось не только к алхимии, но применялось к красивому делу и даже к книгам, которые мы сейчас назвали кулинарными. То есть приготовить при помощи них какое-то блюдо невозможно. Так же, как приготовить при помощи алхимических книг эликсир вечной жизни. Более того, есть большое подозрение, что эти книги писались теми, кто на самом деле никогда в этой области себя никаким образом не проявлял. А может быть, как раз писались с какой-то совершенно иной целью, которая там сейчас просто непостижима, как в случае с Леонардо. Но там уже обвинить его в том, что он не умел рисовать, но никак не получится. Понимаете? Однако пишет одно, а пишет на своих полотнах совсем умолен, чем в тексте. И, наконец, третий тип трудностей, самый важный, на котором останавливается пустуро, это гносиологический тип. Мы не можем применять к изображениям, памятникам и предметам, созданным в прошедшие века наши современные определения концепции и классификации цвета. У обществ прошлого эти критерии были иными, а у будущих обществ, возможно, появятся свои. Исследуя артефакт, историк, а историк искусства, возможно, чаще других, постоянно рискует допустить анахронизм. Но когда речь идет о цвете, о его определениях и классификациях, этот риск значительно возрастает. Вспомним, например, что долгое время черный и белый считались хроматическими цветами, что вплоть до 17 века люди не знали о существовании цветового спектра и спектрального порядка цветов. Что только тогда, в 17 веке, возникло и начало закрепляться разделение цветов на основные и дополнительные, а окончательно оно было признано лишь в 19 веке. Что противопоставление холодных и теплых оттенков чистая условность, которая менялась от эпохи к эпохе. Например, в средние века синий считался теплым цветом. А я вам скажу более того. Если вы обратитесь к трактату полцветия Иоганна Булькенда Гёте, создателя Вертера, благодаря которому, кстати, синий цвет стал сильно популярным. Если помните этот роман, Вертер был оплачен, был синий костюм. Так вот, Гёте в начале 19 века, на рубеже 18-19 века, полагал, что синий является самым теплым цветом. А это не средние века. Это совсем недавно было. То есть это показывает то, насколько все наши представления о реальности и истории культуры оказываются нашим мифом о культуре. Мы вписаны в свою сетку культурных координат, где есть своя иерархия, которая выделяет свои какие-то важные моменты и нивелирует свои, и мы переносим автоматически её на все предшествующие культуры. Да, мы можем понять какие-то различия технического характера. Когда там появились первые колесницы, когда появился паровой двигатель, а когда двигатель внутреннего сгорания. Но мы не можем осознать того, что буквально едва ли не каждые 100-150 лет, а иногда и чаще, культура полностью переоценивает все свои составляющие и остаются только те же самые слова. Слово остаётся тоже, но его значение оказывается совершенно отличным. Как я вам привёл пример в случае с красным. Да, но если гусилёк красный, то мы не знаем, что такое красный. И это и не метафора. Это понимание красного как чего-то совершенно отличного от того, что мы бы назвали оттенком цвета. Это просто яркий праздничный. Это совершенно иное восприятие окружавшей нас реальности. Или как некоторые древние культуры воспринимали цвет только в случае тогда, когда речь шла о краске. То есть, допустим, у берёзового листа не может быть цвета. Потому что это как бы есть берёзовый лист. Если мы его покрасим красным, он станет красным. Засохший берёзовый лист, он не меняет цвет, он меняет качество, он мёртвый. Сейчас мы во всём выделяем именно цвета. Совершенно иной подход к реальности, совершенно иное измерение того, что нас окружает. Ага. Ну и в завершение сегодняшней лекции приведу вам такой пример наиболее убедительный с цветами и их мутацией. Мы возьмём пример из греческого языка. Ага. Есть два слова в греческом, которые принято переводить сейчас как «синий». Одно – это «глаукос», а другое – «кеановос». Но одно «кеановос» обычно переводят как «тёмно-синий», а «глаукос» как «светно-синий» или «глубой». Так вот, что же на самом деле именовали греки этими цветами? И почему нужно говорить о том, что греки не знали синего цвета? «кеановос». Кеановос могли использовать для описания глаз. Каких? Это ещё большой вопрос. Далее. «Травлых одеяний», но никогда не применяли ни к небу, ни к морю. Этот цвет обозначал настроение. Он обозначал печаль травок. То есть этим словом могли обозначить фиолетовый во всех оттенках, коричневый и даже чёрный. Другой же цвет – «глаукос», который обычно переводят как «голубой», на самом деле мог применяться к зелёному, к серому и даже к жёлтому и коричневому. Таким образом, он не обозначал цвет, а обозначал на самом деле бледность, блёклость, ненасыщенность, малоцветность. То есть два этих слова не имеют ничего общего с тем, что мы сейчас подразумеваем под словом «синий». Они относились с греками, с одной стороны, к некому эмоциональному состоянию, с другой стороны, речь шла о насыщенности и ненасыщенности цвета. То есть в одном случае мы скажем, что это траурный цвет, не выделяя оттенка. В другом случае мы скажем, что он блёклый, бледный. То есть, поэтому с текстами старинными работать очень-очень сложно. Если вы будете читать того же Аристотеля в современном переводе, естественно, там синий цвет будет фигурировать. Но если мы откроем оригинал и попытаемся найти пункты совпадения, а что, собственно, именовали этим словом тогда, то мы обнаружим, что, например, этим же самым «глаукос» мог быть назван даже мёд. Но навряд ли он был голубой. Он был бледный. И поэтому это было корректное его применение. То есть вот что я подразумеваю, когда говорю о том, что греческая культура не знает синего. Но откроете греческие там трагедии, да, вполне возможно, что в русском переводе вы там очень много синего найдете. То же самое и в библейском тексте. То есть древние тексты претерпевали большое количество переводов, и с каждым новым историческим переводом цветов там появлялось больше и больше. В то время как в изначальном тексте могло быть только праздничный, в последующем называться уже красным, даже пухгурным. Какие-то оттенки красного указываются. Таким образом, моя цель сегодня была показать вам на примере ранней истории цвета и изображений, насколько по-разному может, так скажем, вот эта культурная сетка координат функционировать, насколько она отличается от той, к которой мы привыкли. И именно вот на этих основаниях и держатся наши эстетические категории. Наше рассмотрение не искусствоведческое, не философское, не историческое. Наше рассмотрение исключительно эстетическое. И если для романтиков голубой цвет глаз станет символом недостижимой красоты, начиная уже от раннего романтизма, и в общем-то отчасти эта традиция сохраняется и по сей день, то для римской культуры, а голубой цвет глаз – это был врожденным уродством, которое могло очень сильно затруднить человеку дальнейшую его жизнь. Если вы откроете греческие, римские комедии, например, «Теренция», такую комедию как «Свекровь», то там главный антигерой описан как голубоглазый, кучерявый, рыжий и веснушка. Это должно было сразу же дать понять Риблину, что это негативный персонаж, такой не пойми кто, и вызвать сочувственную улыбку. Так выглядели вар-ары. Так не должен был выглядеть достойный римлян. Вот вам и эстетические критерии красоты и уродства. У меня на сегодня все. Есть у вас какие-то вопросы по тому материалу, который я сейчас давал. Вы вам в самом начале лекции сказали, что нет такого цвета, у которого было бы везде всегда одинаковое значение. А что насчет крови? В данном случае красный, понимаете, цвет выполняет, так скажем, функцию красный в том числе. И даже в древних культур очень двойственного. С одной стороны, красным для европейской культуры, естественно, является все инфернальное. То есть все сатанинское. А с другой стороны, красный цвет крови Христовой. И даже в одну и ту же эпоху, красный в контексте средней эпохи европейского, выполняет очень-очень такую разную функцию. Так же, как и тот же самый зеленый. С одной стороны, это цвет молодости, жизни и цвет надежды. А с другой стороны, это цвет славы, то есть иноверцев. И цвет чуть позже цвет сатаны. Почему? Потому что в это время зеленый, самый трудно поддающийся фиксации, он все время мутирует. Естественно, божественное, это то, что установлено раз и навсегда. А сатанинское, то, что связано с хаосом. Таким образом, даже в одну эпоху красный цвет никогда не выполнял роль какую-то однонаправленную. И этим, кстати, и цвета, и прочие культурные символы отличаются от знака. Цвет может выполнять знаковую функцию, например, как он выполняет ее сейчас на светофоле. Цвет мог выполнять знаковую функцию, например, как в эпоху предшествующую Ренессансу, прото-ренессанс разными цветами маркировались те или иные профессии, те или иные представители иноверцев. Но ни в одном городе, ни в одну эпоху не было такого, чтобы какой-то цвет был закреплен за той или иной стратой или верой постоянно. То есть предписывалось, допустим, в одном городе оранжевую ткань, охры выкрашенную, носить представителям, не знаю, иудейской культуры, часто, кстати. В другом случае, в этой же самой охры выкрашенной ткани носили пластитутки, палачи и хирурги, то есть представители сомнительных с точки зрения Средневековья профессий. И это могло меняться в одном городе вплоть до в течение десятка лет, то есть очень быстро, на протяжении жизни одного человека. Это просто знаки, спускаемые на уровни законодательства. Архетипики за этими цветами никакой закреплено никогда не было. Они обладали все время разными смысловыми значениями. Есть еще какие-то вопросы? Так, в следующий раз мы тогда начнем смотреть именно историю синего цвета. Я тогда ближе чуть-чуть к тексту Пистуро пойду. Хочу вам дать те цвета, которые он рассмотрел, то есть синий, зеленый и черный. Может быть, отчасти пройдусь и по другим цветам, но не так подробно. Чтобы у нас время осталось на вторую базу. Тема для нашего семестра – это история хоррора. Ладно, до следующего раза. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok